как происходит процесс покупки автомобиля из чего все начинается от а до я бель обойдется в 2 миллиона рублей учитывая что в японии его дают поставки но если в рублях говорить то 170 тысяч рублей то есть на примере этого варианта вы можете рассчитать абсолютно любой автомобиль и понять в какую он стоимость посмотреть что у нас в салоне имеется уже не такой возможности дорогие друзья всем привет меня зовут алексей с вами компания japan life сегодня мы начинаем серию роликов в которой ответим на самый популярный вопрос как происходит процесс покупки автомобиля из чего все начинается от а до я сегодня мы подробно разберем как пользоваться статистикой продаж уже проданных автомобилей далее как пользоваться калькулятором то есть понять конечную стоимость в городе владивосток также затронем основные пункты нашего договора и так друзья первоначально процесс начинается с вашего запроса наиболее простой способ это позвонить нам на горячую линию менеджер ответит и вас проконсультировать ответит на ваши вопросы но учитывайте такой момент что мы живем во владивостоке и разница с москвой у нас семь часов то есть мы не всегда можем быть на связи не всегда ответить на телефонный звонок и поэтому у нас существует куча других способов связаться с нами это заполнить заявку на сайте написать нам ватсап написать в директ вконтакте либо написать нам в телеграм-канал на эти сообщения мы также реагируем и ответим друзья если вы еще не определились с моделью а имеете определенный бюджет и примерно понимаете что хотите к примеру тип кузова также можете оставить запрос к примеру хочу седан бюджет миллион какие варианты вы можете предложить мы сделаем подборку посмотрим также статистику рассчитаем стоимость и предложим вам варианты за вами только ответить да устраивает либо нет либо наиболее простой способ если вы уже определились с маркой моделью годом выпуска вы нам это все также прописываете либо звоните по телефону называете и мы уже просчитываем конкретно ваш автомобиль сколько он обойдется к примеру вилка цен с таким пробегом с пробегом 50 обойдется там грубо говоря миллион с пробегом 20 тысяч обойдется там миллион двести и так друзья сейчас я вам покажу как конкретно мы менеджеры пользуемся статистикой и также как вы самостоятельно без какого-либо участия сможете посмотреть актуальные цены разберем на простом примере к примеру запрос поступил nissan not и power так для начала на нашем сайте мы выбираем аукцион вкладочка затем смотрим статистика продаж авто то есть там уже те варианты которые торговались на аукционе тут мы выбираем интересующую нас марку и модель тут у нас появились абсолютно все модели которые были проданы за текущий период период у нас три месяца чтобы дальше продолжить работать и видеть всю актуальную информацию нам необходимо авторизироваться то есть у вас естественно всех этих данных не будет вас вам необходимо будет зарегистрироваться нажимаете кнопку регистрация необходимо будет ввести электронную почту ваш город и вам собственно на почту придет логин пароль которую вводите и далее пользуйтесь все у меня регистрация активно и тут мы выбираем уже далее то есть чтобы следить за наиболее свежими лотами нам необходимо сократить период до одного месяца чтобы видеть все лоты которые торговались у нас вторая половина декабря январь далее нот у нас так и остается выбираем пробег но давайте поставим средний пробег которые запрашивают люди это 100000 километров выбираем кузов если это к примеру и power кузов h12 будет либо тут вы можете выбрать погоду который вас интересует также что касаемо года автомобиль под полную пошлину можно привести абсолютно любой но начиная с 2008 года то есть если автомобиль будет 2008 и старее то только можно завести автомобиль виде конструктора без документов на учет вы его не поставите если с документами то 8 9 и к настоящему времени далее h12 выбираем любую оценку но среднюю давайте возьмем чит от 4 от 4 и выше четыре с половиной пять шесть аукцион аукционным смотрим абсолютно все тут вы можете выбрать градацию по цветам и обязательно статус продан потому что много вариантов они полезны чтобы отследить за какую ставку вот был не продан но чтобы нам посмотреть именно проданные варианты нажимаем продан и тут мы нажимаем поиск и далее по нашему запросу мы видим что за месяц было продано 383 варианта но чтобы еще сократить это количество выберем проходной год проходной год напомню а также скажу кто не знает это возрастная категория автомобилей которая попадает в рамки от 3 до 5 лет то есть на данный момент это восемнадцатый год но уже не весь то есть январь февраль март включительно мы не берем начиная только с апреля весь девятнадцатый год также можно рассмотреть 20 но 20 только начало январь февраль март все так восемнадцатый и тут мы можем поставить градацию по дате аукциона как она у нас стоит то есть от наиболее свежего к примеру торги были позавчера либо сортировать по цене но на самую минимальную стоимость смотреть не стоит скорее всего это либо не проходной либо даже если оценка 4 балла возможно какие-то существуют дефекты если отпуститься чуть чуть пониже не рассмотреть но что-то по средней цене к примеру давайте еще дальше вот пример девятнадцатый год этот автомобиль уже точно проходной у нас пробег 80 тысяч всю эту информацию вы можете увидеть перейдя по ссылке то есть номер лота аукцион те это значит тойотовский аукцион считается но в японии самым строгим дата торгов 10 0 1 то есть торги были неделю назад какой год цвет комплектация x тут казна к объемы и лошадиной силы пробег оценка и в какую стоимость автомобиль обошелся тут можно выбрать как рубли как доллары так и иены но у нас стоят в иенах далее что мы видим еще по аукциону на тойотовском аукционе предоставлено статистике всего две фотографии то есть посмотреть что у нас в салоне имеется уже не такой возможности но тойотовские аукционы мы не можем видеть до торгов предоставил вам док фотография к примеру тут я вижу точно есть круговой обзор вот насчет руля если там кнопки но не уверен поэтому будем надеяться что там хотя бы половинка есть круговой обзор то есть автомобиль скажем в довольно неплохой комплектации средний и также у нас присутствует аукционный лист мы подробно с вами попозже думаю в следующем ролике разберем что обозначаете эти символы как его читать тут первым делом отвечаем на оценку что она соответствует но и естественно пробег 78000 и далее чтобы понять в какую стоимость обошелся данный автомобиль мы нажимаем на вкладочку автокалькулятор и так автокалькулятор то есть если это проданный автомобиль то никакие графы мы тут не заполняем у нас автомобиль уже посчитан и мы видим конечный бюджет во владеостоке со всеми расходами 950 тысяч рублей по актуальным курсом далее по пунктам аукционную стоимость семьсот восемьдесят четыре тысячи йены это то насколько сыграла ставка на аукционе то есть сколько мы купили далее расходы по японии 150 тысяч йен это те затраты которая связана с логистикой автомобиля именно в японии затем фракта владивостока то есть это доставка автомобиля по морю и комиссия за покупку это как раз наше агентское вознаграждение нашей комиссии далее расходы по россии пошлина и утиль на сегодняшний день примерно но составляет сто пятьдесят шесть тысяч рублей услуги брокера свх склад с бгтс а также вывоз автомобиля в лаборатории из всего из этого у нас сформировался бюджет 950 тысяч рублей то есть на примере этого варианта вы можете рассчитать абсолютно любой автомобиль и понять в какую он стоимость тут же хочу затронуть тему что может повлиять на конечную стоимость вот так же далее по пунктам аукционная стоимость она неизменна в любом случае то есть нам может быть меняться от того какую мы ставку поставили естественно если там пробег больше значит автомобиль будет дороже вероятнее всего далее расходы по японии также не могут меняться в зависимости от расположения аукциона то есть есть дальние ярда есть которые находятся на юге есть которые на севере существует такое понятие как переговоры в японии эту тему мы затронем думаю уже также в следующем ролике фракта владивостока на данный момент также ориентируемся по тем данным которые нам дают перевозчики 240 тысяч йен в этом году очень много людей столкнулась с тем что было повышение фракта то есть фракт изначально год назад не в этом году в прошлом году извиняюсь год назад фрак стоил плюс-минус 120 тысяч йен и в течение года фракт повышался повышался иногда незначительно там на 10 на 20 тысяч йен иногда прям значительно поднимали на долларов 300 буквально за две недели но так как фракт оплачивается уже по факту погрузки автомобиля хоть он включен в инвойс включен то есть вы его оплачивать сразу покупки но перевозчики сделали хитро они деньги сразу не берут а берут по факту и то есть а по факту у них может измениться такса и тут цена будет не 240 примеру от 300 тысяч йен но тут ничего не поделать к сожалению один вариант там отказаться и ввести другому перевозчику но других перевозчиков цены будут точно такие же пока автомобиль будет привозиться потому что рынок он быстро подстраивается комиссия за покупку также неизменно таможенная пошлина она напрямую зависит от евро то есть если у нас евро к примеру изменится в ту или иную сторону к примеру вырастет на 10 процентов то естественно у нас пошлина также возрастет стоимость услуги брокера свх с бгтс и вывоз автомобиля в лабораторию друзья тут хочу заметить что после покупки у вас могут поменяться некоторые суммы во первых это пошлина потому что она напрямую зависит от евро то есть если у нас евро поменялся в ту или иную сторону естественно у нас в ту же сторону поменяется и пошлина затем фрахт но в последнее время фрахт остается стабильным но примерно полгода назад мы наблюдали значительный рост то есть когда человек оплачивает инвойс мы ориентируемся на на те цены которые дает нам перевозчик но на момент погрузки на корабль стоимость может возрасти естественно эта разница в конечном итоге будут потом до выставлена уже здесь в россии и третий момент это свх также свх к примеру по сравнению с прошлым годом который был год назад он увеличился практически в 3-4 раза на некоторых складах и то есть пока автомобиль идет среднем это занимает два месяца если склад повысился то естественно и сумма уже прf будет выше итак друзья если мы уже определились с маркой моделью определили с параметрами вас такие параметры полностью устраивают то есть к примеру на этом варианте вы готовы за этот вариант до 950 тысяч рублей то мы с вами переходим к этапу заключения договора договор можно найти на нашем сайте пролистываем страничку вниз нажимаем пример договора и ознакомиться собственно с договором обязанности сторон все прописаны довольно четко главные параметры главные основы договора что мы с вами каждый вариант согласовываем без вашего согласия мы ничего не покупаем то есть если есть какие-то сомнения там по переводу пока вы не согласуете мы ставку не ставим то есть вы либо отказываетесь и мы ищем дальше но либо если у вас устраивает конечно же мы участвуем в торгах в договоре мы указываем все ваши данные а также все параметры об автомобиле то есть это марка модель какая комплектация если нету предпочтений то так и указываем значит по согласованию с вами какой кузов автомобиля год выпуска также это может быть вилка к примеру проходные года 18-20 цвет также если есть предпочтение желаемый пробег но обычно средний там до 100 до 120 а может быть кому-то наоборот там до 20 тысяч тут все уже зависит от ваших пожеланий аукционная оценка метод воза то есть если это полная пошлина с документами ну значит полная пошлина и конечный бюджет на момент именно покупки автомобиля но также прошу заметить как указывал выше есть факторы которые к сожалению от нас не зависят но могут повлиять в ту или иную сторону на конечный результат то есть на конечную стоимость авто и еще такой момент если у вас нет явных предпочтений но интересует какой-либо класс автомобиля к примеру кроссовер и вы готовы рассмотреть три автомобиля к примеру forester везель и возьмем x-trail то в рамках одного договора вы можете рассматривать сразу три автомобиля и первый вариант который у нас покупается тот мы и забираем друзья вот для примера возьмем crown 2009 года объем двигателя 35 литра и если такой автомобиль завозить то есть автомобиль не проходной так как старше пяти лет то на него пошлина будет составлять 1 миллион четыреста сорок шесть тысяч рублей и того в конечном итоге автомобиль обойдется в 2 миллиона рублей учитывая что в японии его дают поставки но если в рублях говорит то 170 тысяч рублей и на этом примере можно понять насколько невыгодно завозить большие объемы старых годов то есть переплата по пошлине учитывая что по текущему курсу да она составляет и если вдруг курс изменится на 10 процентов то тут прибавится уже не 15 тысяч рублей как на ноте прибавится 150 тысяч итак друзья если подвести итог то если вы определили с моделью вы находитесь в рамках бюджета вас право и комплектация состояние пробег то мы с вами заключаем договор для этого от вас всего лишь потребуется фотография главной странице странице с пропиской и адрес электронной почты туда будет направлен собственно договор заключаем договор дистанционно вы подписываете отправляете нам мы присылаем вам квитацию на предоплату 15 тысяч рублей и как только мы получаем подписанный договор деньги на расчетный счет 15 тысяч рублей то запускаем именно процесс покупки вашего автомобиля друзья в следующем ролике мы вам подробно расскажем как происходит процесс подбора согласования а также покупки лота как считается аукционные листы чем отличается покупка на различных аукционных домах чем отличается покупка на разных частях японии будь то север либо это южная часть японии также как оплачивать invoice и затронем тему морской перевозки друзья на сегодня все обязательно ставьте лайки пишите ваши комментарии пишите вопросы на которые мы вам дадим ответ обязательно подписывайтесь на наш канал с вами был алексей компания japan life всем пока у Продолжение следует...